61 год вместе с одного села с одного района за срочную служащего моряка В отпуск приехал и поехали в Владивосток. Была запретная зона, но проехали. Николай Николаевич, ваши данные у меня есть, а у вас можно фамилия, имя, отчество? Скитяева Лидия Павловна. Скитяева Лидия Павловна. 1629 год, 28 августа. А где город, область, район? Родились село Нестерово, Рязанская область, Петелинский район. И я оттуда. И он оттуда. Морячок срочный служб приехал в отпуск в 50-м году. Слышали. Расскажите, пожалуйста, у нас двое детей. А скажите, на фронт как вы попали вообще? В каком году и когда? В 1943 году меня призвали в армию. А в каком месяце примерно? В ноябре. В ноябре, да? На октябрьскую. А со фронта вы были в 45-м, да, получается? Вот, значит, призвали и попал я в Марийской СССР запасные паниполки, где готовили на фронт. А уже там подготавливали. Вы успеваете? Да, да, да. Подготавливали и отправляли на фронт. Угу. Я попал в учебный род, так как у меня образование было побольше. Угу. В землянках мы жили, питали у нас очень плохо, истощение было. Ну, нет, дело не в этом. Угу. Приехали, значит, моряки, в авиации приехали, моряки приехали набирать в училище. Угу. И я попал, значит, меня приняли понять в училище. Забрали, значит, посадили в эти... В товарные вагоны. В товарные вагоны. И отправили в город Энгельс в Саратовской области. Угу. Там, значит, бывший педагогический институт, и там нас готовили для флота. Угу. Моряки разных профилей. Артиллеристы, связисты, менеджинисты. Угу. Я попал на артиллериста. Угу. Проучились там три месяца. Раз нас грузят. И куда грузят? Куда? Посадили на... Нет, на поезд. И привезли в Москву. Угу. В Москве посадили. Куда везут, ничего не говорят. Едем суток, наверное, семь. Едем куда? Ну там шу-шу-шу-шу. Говорят, что, наверное, на Дальний Восток. Приехали на Дальний Восток. В Владивосток. В Владивосток. Он как-то, понимаете, там бухта внизу. Как в яме. Для нас это все интересно. Раз. Подводят нас на причал. И в очередь там поставили. В ширинку. Я в очередь. В ширинку. Мне вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Семь человек нас отобрали. За мной шагом марш. На эскадерный миноносец резвый. На корабле. На корабле. На корабле. Первое пополнение во время войны было в ней. Там старики были. И я попал на орудие. На орудие. Заряжающим. Ну, в общем. Командиром. Нет, командиром потом. А как он назвался еще раз? Эскадерный миноносец резвый. Резвый, да? Да. Это Тихоокеанская эскадра. Тихоокеанский флот. Тихоокеанская эскадра. Входил он в состав Тихоокеанской эскадры. Угу. Вот. Значит, ну, там служба. Посадили. Внимание к нам, конечно, по ней старики. Мы как дети и прочее. Значит, какие боевые действия были? По договору с Америкой нам Америка поставляла под Лизу продукты и вооружение. Можно я вот про это чуть-чуть попозже спрошу? Пожалуйста. Хорошо? Я просто хотела, чтобы Лидия Павловна тоже сказала, как вы... Ну, я ж не до конца. Ну, чтобы мы вас вместе, это, параллельно. Хорошо. Хорошо, чтобы... Хорошо. Вы... А вы когда попали на фронт? Я на фронте не была. Не была. А где были? В тылу. В тылу были. У себя же в селе. В тылу. Работали колтуз. Мне было еще 12 лет. Отца забрали сразу. На фронте были трое. Отец и два брата. Сразу отца в 41-м году забрали. Да я там не напомнила, где забрали отца и брата. Мы трое нас были на фронте. И нас было трое у нас было на фронте. Я осталась одна с мамой в селе. Мне было еще 12 лет. Забрали отца. А брата с 20-го года забрали Владикавказ в училище военное в 40-м году. Когда он закончил 10 классов, его направили только с полного 20 лет Владикавказ в училище артиллеристской связи. И война началась уже через полтора года. Его сразу на фронт. И там он был ранен. И потом в тыл направили в 43-м году. Потом в Германию. И еще второй брат с 24-го года рождения. В 42-м году его забрали. Значит, отец в 41-м. Погиб в 42-м. Сразу брата забрали. Но он сейчас жив. Живет в Нейстриве, где мы родились. Ему 87-й год. Правда, без ноги. Гангрена у него была. В 2008-м году отрезали совсем ногу. Левую. С одной ногой. Живет с женой в Нейстриве, где мы родились. Точка его живет в Рязани. Она навещает его. Главное, двой боевой путь. А мой боевой путь... Расскажите, пожалуйста, у вас воинские звания есть какие? Есть. Капитан. Капитан, да, вы? Капитан запаса. Угу. А у вас? У меня... Я же... Да. Трушеник тыла. Ага. Я трушеник тыла. Могу показать документы. Они у меня тут рядом что-то. Я потом сфотографирую, хорошо? Хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот давайте начнем по порядку. Предвоенные годы. Вот как вы... Было ли у вас вообще ощущение надвигающейся войны? То, что вот... Чувствовалось, что война начнется? Были такие мысли? Или это неожиданно? Нет, у нее нет. Нет. Я обоих спрашиваю. У меня... У меня, значит, было... Какое ощущение? Ага. Говорит он. Нет. Нет. Это вот там заключили мирный договор с Германией. Поставка нашего жерна. Обтяпает. Они там по-русски, по-своему говорили мужики. Обтяпает. Говорит он. Ты говори про отечественное. Я про отечественное говорю. Обтяпает. Мне задали вопрос, какие были пред... Скушения. Вот. И потом, видите, понятие... Было объявлено, понятие раз... Объявляют... А как вы вообще узнали о начале войны? Значит, раз, собирают и на площади радиопродуктор... Объявлено... Такой черный... Вы все вместе, да? Вы собрали? Да, да. И вы, и вы там. Да. И, значит, объявляет... Мы находимся... Салина объявляет. Вероловно напала на нас немецкая фашистская Германия. Вот. Тут было немножко... Обращение было... Молдова, а потом Сталина... Было... Ну, и сразу же по себе начали забирать на эти военкоманы. Скажите, а какова была реакция ваша и ваших близких, когда вы узнали, что война началась? Слезы были? Слезы? Слезы? Плакали? Что? Ну, я вот вам скажу, понятно. Я из многодетной семьи. Угу. Нас, понятно, сколько было? Восемь. Всего, понятно, я из семи десять человек. А было, понятно, сколько? Семь или восемь человек. Восемь. Понятно. Конечно, тяжело. Нерадостное было настроение. Вот такое было настроение. Вспомните, пожалуйста, один или несколько ярких эпизодов за войну из вашей жизни каких-то интересных. Первое, конечно, мы верим. Да. Значит, первое, понять то, что мы, когда нас раз, нам ничего не говорят, выход в море, самаемся с якори, идем, понять, сопровождать. Потому что американские, понять, пароходы, нам поставлялись продукты, вооружения, а немецкие подводные лодки нападали, понять. И вот наша была задача, значит, охранять и отбивать подводные лодки глубинными бомбами, артиллерии и прочее. Это вот такие периодические. Потом, когда война с Японией закончилась, когда последние, понимаете, в Хиросиме и Нагасаки бросили атомные бомбы, Япония капитуировалась. Ну, ясно, Германия капитуировалась, потом наш договор с Америкой, Америка была в состоянии войны, понять, с Японией. И вот, когда они у Нагасаки и Киросима бросили атомный бомб, бомба в Японии капитуировалась. Но перед этим наш договор был, мы стали в состоянии войны с Японией. Значит, мы... А вы не принимали участие в войне с Японией? Принимали, да? Ну, вот, когда объявили, понять, мы в состоянии с Японией. Да. Вот. И, значит, какие наши действия? С бухты Находка, с Находкой, высаживали громаднейший десант морской. Значит, это Маоко, а он сейчас назывался Южный Сахарин. И вот туда мы высаживали, понять, десант. Командиром этого десанта был наш командир, капитан третьего ранга Лобов. И вот мы шли всю ночь, день под вечер, ночь, а перед утром, когда подошли, оттуда, значит, там, с берега огоньки, ну, выстрелы идут. Ну, с плески снаряд упадет, понять, в нас, конечно, не попало, понять, прочее. Мы развернулись своей артиллерии, понять, чего, какое было вооружение. В общем, разнесли этот город в буху в парах. И потом подошли эти корабли, пароходы с солдатами, стали высаживаться, как они высадились, пошли. И, значит, мы вышли на Курильские острова, Промушир, там еще высадили десанты. Потом пришли, тут это в Японском море все было, американцы зажали южный свет в Корею, там была южная и северная Корея. Вот северная Корея это мы захватили, ну, как мы стреляли, торпедировали, топили, стреляли, были жертвы, допустим, прочее. В наш корабль, в наш корабль, по-честному, я говорю, ни разу снаряд не попало. Повезло. Повезло. Немножко на маленькой мине подорвались, но ничего, понимаете, там это устранили. И вот северной Кореи мы освободили. Вот. Когда освободили, потом я там забежал вперед, Нагасакина и Герасима капитулировались в Японию. Мы пришли в этот, во Владивосток, в свою базу. В свою базу пришли, значит, тут мне все зашевелилось, должна демобилизация и прочее. И, значит, я поступил на курс офицерского состава там во Владивостоке. Закончил курсы, ну, ездил, конечно, в отпуск, женился матросом, а тут, значит, закончил курс офицерского состава. Присвоили мне звание лейтенанта и назначили в город, в Китае, в город Порт-Артур. Это искренне старинный наш город. Да, да, да. Вот эти зоты, все там мы прошли и прочее. И... Наш документ. Ага, ага. Так, вот, значит, там у меня народилась, дочка у меня народилась во Владивостоке, а сынок народился в Порт-Артуре. Потом, когда вывод войска из Китая, совместный коммуникет. Куда? Меня назначали на Камчан. Да тому мне нас доело. Семь лет на этой же леске. Вы представляете... Срочные службы. Срочные службы. Нагородки. Клопы. Гад, вот... Ну, тут... Ну, вода и небо. Может, ничего не видел. В общем, написал я демобилизовался. Демобилизовался и уехал в Рязанскую область, вот, в Петербургский район. Приехали, а тут разруха, ничего-то нет. Пятьдесят пятый год. Ну, куда? Пятьдесят пятый год. Куда деваться? Да. Надо как-то начать переквалифицироваться. И переквалифицировался, я, значит, на заводы пошел. На заводах я работал, понимаете, начальником цеха, мастером, прочее. Тем тяжелым кузнечным прессовым оборотом. Да. Ну, это там, завод ТКПО. Вот. И на комбайном заводе работал. А потом демобилизовался. Значит, у меня дочка, дочка. Закончил медицинский институт. И переехала сюда, понимаете, жить. Она у меня работает сейчас директором медицинского колледжа. С восьмидесятого года. Работает здесь. А мы в Владивостоке. У нас отдельная квартира, трехкомнатная. Ну, кто-то у нас здесь. Мы в Рязани. Я погадаю, я кто-то не на берегу. В Рязани. Ну, полгода поправляй. Бывает. Вот. Это дочка у нас. А сын, сын у нас с 54-го года. Он в Порт-Артуре родился. Родился в Порт-Артуре. Ну, давай. Вот. Поехал на повышение квалификации. Он закончил медицинский институт. Поехал, понимаете, в этот... В Орле работал. Поехал в Узбекистан. Поехал в Узбекистан и женился там на девушке. И там остался. И сейчас у него двое детей там, и там он остался. Он вот как от нас отшибленный. И вот мы страдаем. И прочее. Вот такое. С бабкой мы живем, говоришь. Какой? 61-й год? 61-й год будет уже с 7-го марта. О, батюшки! Вот даю. Скоро. По характеру бы сами. Не травмные, веселые, прочее. Вот. Имели бы мне эти много... Лидия Павловна, а Вы вспомните какой-нибудь яркий эпизод из военных лет? Да. Я ей напомню. Я сама расскажу. Отца забрали. Мне не было еще 12-ти лет. Маленькая была. Ну, проводили его на фронт. А я осталась в 42-м, значит, брата забрали. Он 8 классов закончил. А я только 4 класса закончила, когда началась война. Как раз 4 класса закончила. Ну, работали мы очень. Вот еще не было 12-ти лет. Мы работали в колхозе. Ну, везде там и картошку выбирали, и лен дергали, и горох дергали. Все это и сортировали. Тогда была полусложка. Тогда сели только рожь. Ну, рожь, там, овесы. Вот еще девчонкой работала на этой, как она, полусложку называется. Бросали в колхозе. Ну, главное, я вмешаюсь. Да. На какой технике она работала? На быке. Да. Быка ей запрягли, вот и езжай волочее. А его водя как начали кусать, он хвост поднял и попер. А я плакала. Ай, ай, она маленькая. Ну, ведь я плакала. В 19 лет. Вот этот вот труд какой, понимаете, тяжелый. Работали, конечно, в сельском хозяйстве. Мужской, мужской труд. Ну, я и училась, и работала. Я закончила 10 классов в 1947 году. Понятно. 10 классов. С мамой вдвоем в районе пешком ходили за 10 километров. Туда 10, и оттуда 10. Это 7 классов у нас был в Нестерве, где мы родились, семилетка. А 8, 9, 10 класс вот за 10 километров ходили пешком. Вставали рано, в 5, в 6 часов и шли 10 километров. Мы с одной девочкой, она с соседнего села, за мной заходила и вот шли пешком. Там на занятия в 6 мы выходили утро, а с 8, наверное, или полдевятого на занятия начинались. И оттуда пешком. Хозяйство держали с мамой вдвоем. И с хозяйством управлялась. Она в колхозе, меня тоже в колхоз посылали. В луга сено согребать. И косили, и убирали. И здесь зерновые все убирали. И картошку, и горох, и лен. Все это, все на наших детских руках, на плечах. И потом сортировали зерно. Отправляли на фронт. Посылки отправляли на фронт. Шили такие кесеты. Ну, мешочки, как кесет он назывался. Табак рубили. И в эти мешочки собирали этот табак для курева. И отправляли на фронт. На фронт отправляли. У нас в селе... Снаряды, девичьи. В селе у нас войны такой не было. Но ракеты были, бомбардировки. Это были. Были. Мы копали окопы и прятались с мамой. Вот заберешь узелок. Тревога, воздушная тревога. Бежишь в окопы. А вспомните, пожалуйста, какой момент или события были самыми сложными для вас на войне? Самые сложные, конечно, были, когда отца забирали на фронт. Слезы. Почтальон идет, сразу мама плачет и я плачу. Придет похоронка. Ведь трое были на фронте. Трое. То есть когда ждали прихода почтальона сложились? Война шла. Война шла. Почтальон идет, его уже ждешь и трясешься. Думаешь, сейчас принесут похоронку. И действительно, вот в 42-м году, в сентябре месяце, принесли похоронку на отца. Отец погиб. И тут же забрали брата на фронт. Старший брат уже воевал. Ну это вот вы уже рассказывали. А у вас какое было самое сложное событие во время войны? В общем, одни слезы и физически. Это у меня спрашивают? Да. Ну у меня какие самые сложные, значит. То, что началась война, мы, конечно, не ощущали. Мы дети еще были. А вот отец, конечно, всю семью, мы ему мешок набили, проводили, брата проводили. Конечно, радостного ничего не было. То есть самое тяжелое было? Тяжелое, да. И главную большую семью мать оставили. С маленькими детьми. С маленькими детьми. Вот. Это было сколько их? Пять девочек было их. И вот три сына. Восемь. И все ушли, да? Получается. Да. Уже, значит, брат его был в 22-м году, на фронте был. С фронта пришел. Рад он, конечно, пришел после войны. В каком он? В 45-м году он сразу был ранен. Но все равно все. Он, значит, умер, конечно, своей смертью. А отец, понимаете, вернулся с войны. Ну, трагически в лесу. Деревом перили леса. Деревом убило, понимаете. Брат с 32-го года. Вот только недавно умер. На фронте он, конечно, не был. Маленький. Маленький. Ну, понятно. В общем, семья большая. Вот. Работали, трудились очень много. А скажите, какое событие для вас было самое радостное во время... Конечно, победа. Конечно, победа. 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 Да. А как вы узнали о победе, о дне победы? Где и как вы его встретили? По радио объявляли. По радио, да? По радио, да. А я по-другому. Слушали новости. По радио. Радио был такой круглый, черный репродуктор. И слушали новости. Сначала, конечно, отступали. Вот Михайлов от нас недалеко. Город Михайлов. Там немец был. И бомбежки оттуда были. Но с Михайловой его вернули. Не дали ему москута. Так ведь, Коля? Да. Ну, ясно. А я, значит, мы находились в море. В море проходили у нас учения. Мы буксир тащили. А другой корабль, понимаете, от буксира, понимаете, стрелял. Потом по рации, как объявили, война за год. Бросили все эти троса к чертовой матери, понимаете. Без козырки кверху. И у кого-то, кой-то, где было, понимаете, курева. И водку-то нашли. Где-то он припрятан был. Выпили, целуются, понимаете. И один, понимаете, случайно, понимаете. И другого корабля, что ли, одному старшине в ногу попали. Ну, салют, салют. Радостно. Очень радостно. До слез, до слез. Я вот сейчас даже плачу. Ну, конечно. Есть, ну да. Ага. Скажите, а вот, ну не секрет, да, что на фронте солдаты проявляли массовые примеры героизма. Ой, что? Как вы думаете, вот, а что для них служило источником мужества? Конечно. За Родину. Тогда было за Родину, за Сталина. Вперед! За Родину. Вы знаете, это вопрос, такой задать мне, это растяживый вопрос. Это и политический, и экономический. Ну, как вы думали. И как материально жить. Ну, все были радостны, что война кончилась. Вернутся все с фронта, начнем жить мирно. Начнем трудиться для себя. Вот какая, понимаете, штука. Детей выращивать, учить. Ну, тогда вот тоже после войны заем был, заем. Ну, это и политический. Я закончила только 10 классов и поступила на работу у себя в селе. При почте сберегательная касса была. От района меня взяли контролером из сберкассы. Ну, знаете что, заем это была необходимость государства. Бедное государство. Да. Надо где-то понять, деньги было. Ну да, я знаю. Если так по-русски говорите, там гирали народ. Ну, а это надо было понять. Это надо было. Для восстановления народного хозяйства. Для восстановления народного хозяйства. Все хорошо. Расскажите, о наградах. Расскажите, пожалуйста, о своих. Какие имеете и за какие заслуги? Награды. Награды. Военные. Ну, значит, первые нам дали за победу. За победу. Нет, за победу. Не дай за победу в Японии. Потом, значит, орден Отечественной войны. Вот. Ну, там много. Потом за отвагу, за боевые заслуги. Там много их, понимаете. Ну, награжали, понимаете, медалями, правительственными наградами. А отечественной войны у вас в какой степени? Второй. Второй, да? А потом нам вот дали последнее, понимаете, такое, он как отечественная война, я его здесь не прилепил, он такой же вот фронтовик. Угу. А какая самая дорогая для вас? Вот из того, что вы имеете. Награду дороже медалей, да? Вот моя дочка, вот моя самая дорогая. Да. И дети. Какая самая? Самая дорогая, что жизнь сохранена была. Домой вернулись. Женился. Началась семья. Семьи начал создавать. Вот. Вот. Самая радость мне. А чего? Там, понимаете, что значит орденов, железок этих, прочее. Да денег карман набить, прочее. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот в самом начале войны Красной армии пришлось отступать. Как вас тогда воспринималось, было ли сомнение в победе? Вот когда отступали, когда под Москвой стояли. Вы, как полководцы, задаете вопросы? Ну, вот вы слышали или вы не знали даже о том, что… Я слышал там в деревне, в 43-х годах. Война началась и началась сразу. То есть вы не знали, что отступали… Мы по литературе, понимаете, предательство было и прочее. И власовцы, и прочее, прочее. Но вы этого не касались. Мы-то, ну где мы касались, когда мы дом, понимаете… Понятно. Пахали, понимаете, да, молотили. Понятно. Расскажите, пожалуйста, а вот о своих командирах, кто… Вот вам более всего запомнил… Запомнился и чей? Командиры, да. Командиров я всех-всех своих запомнил. А вот кого вот больше всего и за что? Про кого-нибудь расскажут. Командир-то? Лопов у вас был еще кто? Тих-тих-тих-тих-тих. Первый… Я… Самый вот такой вот, самый запомнившийся. Самый… Так они все запомнили… На флоте. Кой? На флоте, да. Это… Кочугайло? Нет-нет-нет, погоди, ты совсем не путай. А ты запомнился? Все командиры. Я во многих частях был. Ну а вот а кто из них больше всего запомнился? Вот командир эсминца. А-а… Лопов. Капитан третьего ранга. Угу. Михаил… Сем… Семен Михайлович. Вот. И… Да. Очень. Понятно. Вот. А по работе… По работе… По ЕСО… И директора были хорошие. Вот у меня директор был этот прекрасный, который работал я на заводах в Рязани. И фронтовик… У нас спрашивают про войну. Про войну. Он фронтовик. И он… Мы как фронтовик фронтовика уважали. Угу. Он то как уважает, так… Где Николай Николаевич? Вот тут у меня прорыв. Он с одной ногой… Николай Николаевич, давай-ка идиот на такой цех. Да елки зеленые… Ну куда-то мне… Допустим… Я, значит, сварщик. Он мне на механической. Потом я так это… Я быстро… Ну это уже после войны. Да, я быстро… Значит, транспортный цех разваливается. Пьют и прочее. Николай Николаевич, а давай проходи туда. Ну давай туда и прочее. Вот это хорошее такое. В общем… А… Командир, конечно, был от Лобов. Угу. Честный. Как он относился вот к этой молодежи. Понимаете, никакой не по-варварски. Где-то… Где-то нарушения были, понимаете… И у матроса, понимаете… У кого-то там пьяный придет и все прочее. Как прощали, короче. А, значит, это она вот считает… Я женился без всякого разрешения. Надо разрешение. А-а… В Владивосток. В Владивосток. В Запретной зону. И привез, значит, вез ее оттуда. Проехать в Владивосток нельзя. Я ее оставил в Сибири у друга, в друга. Жена-то там. Ну кто мне поможет? Значит, вот… Я до некоторой степени, говорю, смелый был такой. Как я не говорю, что храбрый и прочее. Думаю, пойду принять я к этому… К начальник политуправления флота на прием. Меня там не пускали и прочее. Я, ну пустите, у меня жена там… Ну, срочный срок. Ага, прибыл. Че там? Нет, нет, все хорошо. Посмотрел. Ничего там? Нет, все хорошо. Фотографирует. А я уходила. Ничего. Значит, раз, и к Пучипаеву приеду. Что вы-то… А я был старшина второй статьи. Так, и так, и так. Вот у меня жена и прочее вот остался. Женился по любви, там, ну, знаешь, как… Ну, понятно. Так с молодым, понимаете. Да, по любви. Вот одна, понимаете. А куда ты привезешь? У меня тут друг на квартиру и прочее. И все. И все. Хорошо. Все документы отдали. Тридцать третий причал, где эскадр стоят корабли. Боевые корабли. Свита на часть приезжает. Он впереди. У него звание был контр-адмирал. Контр-адмирал идет впереди. И остановился напротив, понять, резвого. А на корабле, там, надпись, там, бронзовый, резвый. Остановился. Вызовите меня старшину второй статьи из Китяева. А тут командир и прочее. Кто у меня там? А ведь по сходе. Товарищ контр-адмирал, старшина второй статьи, понять, явился по вам. Так, милый, ну как там жена-то не загуляла так? Шутка. Не, я дождет. Пропуск вам выписали твому другу с другом. Получай и привози. И смотри, живее не бросай. Так живете невозможно. Да, живее. Любее. По любви, значит, по любви всю жизнь. И вот. Я сюда на корабле командир говорит. В чем дело? Никто не командир, не говорит. Так, так, так. Вот это елки зеленые. Как в роте. Эх, сразу документ туда, поняли, она получила. Едут, едут мальчишки. В Владивосток. В кирзовых, в этих, в резиновых сапогах, поняли. Ну что одеты были, поняли. Ну, в село есть село. Вот такие вот радостные дни были. Скажите, пожалуйста, а про полководцев. Вот что вы слышали, кого вы и ваши товарищи считали сам? Угу. Вы знаете, что? Угу. Самым сильным, поняли, конечно, Жуков был. Угу. Жуков и его заместитель Рокоссовский. Рокоссовский же был, поняли, посазан за финскую войну. Было там нарушение, посадили. И он, как чего смелый, пошел, поняли, к Сталину. Ну, это все история знает, поняли. Выпустить меня Рокоссовского. И дать его завести начальником штаба. Угу. И Сталин послушал силы. Настолько силы. Ну, да. Ну, там, там, эта политика... А сегодня вот ваша оценка и Жукова, и полководцев изменилась? Или вы по-прежнему так же относитесь, как во время войны? Да я еще одно не слушаю, дочек. Ну, сильный мужик был. Угу. Ух, сильный. Благодаря его, конечно. Благодаря его. Благодаря его. Так, там и враги были, прочь, Нармаптона. Нет. Тогда я не угоден, ухожу. Сталин. Только его понятия, указок не принимал. Ну, да. А потом его весь сживали. Ну, что это... Кого было отношение вас и сослуживцев, товарищей, к самому Сталину тогда, во время войны? Знаете что? Как... В отношении к Сталину... Отношение к Сталину... Мы в политику тогда ничего не влазили. Ну, Сталин, отец наш родной. Мои песни-то пели, по ней, значит, гимн, песню пели на корабле. Ну, я чуть-чуть сплю. Вот. Вперед, вперед, эсминец резвый, флаг поднят боевой, за родину, за Сталина. Вперед, резвый бой, только везде слово Сталин. Понятно. Уважали моего. Уважали моего. А у вас все лет? Тоже самое, конечно. Ну, знаете, вот такой вот, как сейчас, вот, о демократии. Говорят, вот, про власть там все и плохое. Не было. А тогда боялись. Боялись критиковать. Вообще слово. Вообще слово. Извини меня, я... Боялись сказать слово. Вот это было, да. У меня так столько... Боязнь была. Рим, я уже вот звать, вот память нету звать. Таня. Да, Таня. Я уж там чайку нагрел, а чайку налей, она вот сказала. Ну, давайте мы немножечко, осталось вопросов уже. Да, еще немножко? Чуть-чуть, да. Да, ну давайте. Расскажите, пожалуйста, вот на фронте часто складывалось тяжелое положение, и как удавалось не падать духом и поддерживать дисциплину? Вот приказ наркома обороны ни шагу назад, вы слышали про него вообще? Был такой? Вы знаете, для нас наркома, у нас на корабле... Ну или что-то подобное. На корабле это железная дисциплина. Там один за одного. От одного зависело понятие состояния, значит, жизни корабля, ее живучесть и прочее. Там коллектив на корабле, матросы и моряки очень дружные. Очень дружные. Друг друга выручали и командира поддерживали. Все хорошо, доченька, еще чего-то отдавали. Скажите, а вы видели пленных немцев? Ну они где вот на стройке были, понимаете? По нашему селу прогоняли пленных, они так очень плохо были. Вот вспомните, пожалуйста, первый плененый немец, которого вы увидели, вот ваше чувство к нему? Вы знаете, ну какое чувство? Эти люди шли, подавали хлеб и воду... То есть, не зависимо, немцы... Подавали. 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 Не было такого, чтобы ненавидели. А они за при чем? Такой же народ, как и простой народ, как и мы, правильно? Капут, капут, вот за счет, когда войны без нас в Саратове, они в куче там сидели. А мы, ну, матросня, понятно, на них так вот смотрели. Гитлер капут, Гитлер капут сидели, ну чего капут, капут в куче согнали. А по нашему селу, прогоняли вот пленных по селу, очень много, но они, конечно, холодно было, кое в чем. Полотенце на голове, там, на шапку какую-нибудь, полотенце на голове. Вообще жестоко было. Такие, можно сказать, жестоко были. Не дай Бог, чтобы войны не нужна, не нужна война. Их останавливали для кормления, что ли, у нас там речушка проходила небольшая, вот их там около реки, чтобы хоть помыть ноги или чего. И, как это, отдых им был. И все мы несли им покушать. Несли. 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 Покушать, несли. Понятно. Отношение было к простому народу очень приятно. Да. Скажите, а вот среди своих, слышали вы что-нибудь, встречались ли с дезертирами, штрафниками? Да, да, да. А расскажите, пожалуйста, немножко. Вот в нашем селе было два дезертира, даже на нашем вот конце, как в лесу скрывались двое. А вот война закончилась, они сдались, можно сказать, вышли из плена. Так народ их видел, но они были в лесу, мы ходили же за дезертирами, за яхтами, за яхтами. Они в землянках там жили. Ну, а как относились к ним люди? Ну, как относились к ним? Ну, как относились к ним? Ну, как относились к ним? Дезертир, как нас крают на части. Наши же погибли. Но все равно не с враждой, а яхтами. Ну, конечно, враждой яхтами. Конечно, не трогали их, но относились, конечно, недружелюбно. Ну, когда так, наши погибли, отец мой погиб, два брата, они остались живы. И им простили, понимаете, их помиловали, не сажали в тюрьму, не сажали. Ну, вот, нет. Нет? Нет, нет. А у вас? Нет. У нас, значит, когда мы были в Сурке, вот в полке, и один, значит, убежал вот с нашего села, этот, Дроганово, Николаев. Бараев. Бараев. Ну, дезертировал. И причем, знаете, ходил, понимаете, говорит, давай, говорит, убежим. Говорит, кормят плохо, а кормили плохо, истощали. Давайте убежим, агитировал, агитировал, давайте убежим. И так он опустился, убежал, его поймали, и вот, значит, его как расстреливали. Строй, полк построен, на санях, на санях, значит, привязан, толпает, мне эти руки, боебрезентом накрыт, и прямо на санях тут перед строем расстреляли, и уезли куда-то, понимаете. Ну, а пришла повестка... Устрашающий, конечно. Ну, конечно. Повестка пришла, что не дезертир, как он погиб, а погиб на ворутии отечественной войны. А как вы оценивали тогда нашу боевую технику? Боевая техника, знаете что, крепкие вот были наши танки, даже мы общегоряли, понимаете, от немецких тигр, пятер, 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 четверки, ага, теченьку. Нагреет, понедлиночка. Вот. Ну, и стрелковое оружие, вот это автоматы, а так была трехлинеек здоровая, понимаете, пух, пах. Конечно, а потом, под конец мне техника наша, конечно, усовершенствовалась. И танки, и самолеты, и все, конечно, стало лучше. Потому что все было пущено на вооружение. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы не были ранены, да, на фронте? Я не был. Не были. А вот про союзников расскажите поподробнее. Вот вам по ленд-лизу, да, доставляли? Да, по ленд-лизу американцы. А что вам, продукты или что еще доставляли? Нам поставляли, понимаете, а тут по ленд-лизу американцы этот, Рузвельт. Рузвельт очень дружелюбно к нам относился. У нас ведь союз был между Америкой и Англией. Ну да. И союз. Да. Значит, вот Черчилль, Рузвельт, он на коляске одел, он инвалид. Много они поставляли, и техники поставляли. Ну техник, конечно, их, вот. Очень дружелюбно. Черчилль тот хитрый был. Тот старая, говорит, коварная свинья, так как говорили. А это мне все отдавало. А считаете ли вы, что их помощь была своевременной и достаточной? Очень. Вот. Надо так, если по-честному, не вытянуть бы. Ну это только заключение, вы нигде не пишите. Ну конечно. Скажите, в завершение, вот о войне, какие фильмы, книги, вот вы считаете, наиболее правдиво описывают войну? У нас есть книга про Жукова. Какие фильмы и книги про войну более справедливые. Ну какой-то вот фильм или книг, который вы считаете наиболее правдивым, достоверно отражающим историю. Господи, сколько мне за столько лет. Сейчас уже мы не смотрим про войну. А тогда, конечно, смотрели. Какие фильмы были? Ну вот, вот их все и забыли. Понимаете, память все пропадает. Язык еще еще болтает, а памятники отстают. Да, ну бывают. Ну, отечественная война такая, понимаете, мощная, понимаете, фильмы. Вообще про Жукова, Жукова, Рокотовского, понимаете, справедливый фильм, понимаете, хороший. А сейчас смотрим обязательно, вот корреспонденты, говорят про Жукова, вот таких, про… Ну, репортаж. Да. Очень, очень. Мы смотрим, смотрим и слушаем. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, сейчас уже, прожив такую большую жизнь, почему же все-таки тогда началась война? Почему? 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 Почему тогда началась… Прожили большую жизнь. Да. Почему тогда началась война? И как избежать угрозы повторения, главное? Ну, нам-то говорили, что на гипер на нас напал. Два строй разные были. У него, понимаете, фашистская у нас, социалистическая, коммунистическая. Вроде то, что свободу народу, а то, понимаете, как дались свободу, зажали, прочее. Тут тонкая штука. Потом он нас обманул. Мы заключили договор. Заключили договор о поставках. Мы ему сколько зерна поставили, прочее. А он вероломно взял и напал. Никак. Внезапное нападение. Как человек. Идет-идет. Сзади подняет лучше дали, чем в лицо. А что сделать, чтобы не повторилась такая ситуация? Как вы считаете? Чтобы не было войны? Что нужно? Вот так вот верно сидеть. Чайку попить. Надо вот что сказать. У нас зарплатка еще маловато. У народа. Маловато. Вы понимаете? Вот маловато зарплата. Нам хватает. Нам хватает. Участникам войны хорошо сделать. Нам, пенсионерам Великой Отечественной войны платят хорошо. А вот таким, а простые рабочие. Сколько вот так, нескромно ваша зарплата? Ну, пять. Тысяч 15? Пять. Ну, что это за зарплата? Это не... Тут и коммунальная, и прочее, и прочее. И как, как правительство там вывернется? Вот он Лукашенко видел, как там вывернулся. И Дубаран. Всему народу взял и повысил мне зарплату на 30%. Ну, тут это играет политик. Нам не в политик. Нам вот сейчас, Танечка, сфотографировалась у нас. Да? Да. Вот, теперь чайку попей. Певраля вот будет и ждем прибавку. Наверное, зарплата будет или не слышим? Ничего не слышим так, что пенсия будет увеличена. Не знаю, что пенсия... Насчет пенсии не знаю. А...